ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нашего батюшки Я вам с Узбекистана Это Узбекистан, город Самарканд У нас есть Храм имени Георгия Победоносца И батюшка Ему 80 лет Он настоятель у нас И он меня попросил Прочитав вашу статью В русском доме Он попросил Как-то можно будет связаться Или я через дочки Он у нас такой Он тоже хозяйственный Держит немножко скотину И приход какой-никакой Все-таки есть И вот он проникся тем Что вы поднимаете Российскую глубинку И он говорит Может быть они приедут к нам на газели Я говорю, ну хорошо батюшка Я узнаю, поговорю, спрошу Есть ли у них планы Нет ли у них планов Поэтому вот так вот С вами попробовал связаться Планов поехать в Среднюю Азию У нас нет Практически поездки мы закончили Потому что мы ушли В прошлом году Вот теперь 14-й год Мы прошли Турцию Грецию Францию Германию Испанию Португалию Прошли Скандинавию И через Прибалтику Вернулись домой Молодцы Ну что молодцы Господь благословил Это не наше Так бы Это невозможно сегодня Да Ну все равно Это как Может быть на дальнейшем Какие-то планы Если будет у вас Такое возможно Не знаю Дело в том Что Мне уже 76-й год Вот А будет ли нет Команда Что-то отключается Володя Такая связь плохая Наверное Наверное Связь Будет ли Команда Такая составлена Как была Не знаем Потому что В прошлом году Мы не окончили Своё дело Вернулись Когда из дальних Поездки за границей Ставку сделали Мы В Калужской области Там книги Туда отослали 3,5 тонны Примерно Книг Это у меня 38 книг Вышло из печати Ну и машина Сломалась Ещё в Швеции Сломалась Полетела Какая-то там Шестерня передачи В моторе Вы на Газели Да Мы специально Газель Приобрели Газель Прямо с завода И Всё благополучно Было Но оказался Заводской брак С Ульяновского завода Этот мотор У них поставлен Был Нижний Новгород Ну и Мы здесь товар Свою оставили Мы должны были Проехать до Мурманска Баренцево море И по всему северу Но вот это Дальше мы не закончили Теперь неизвестно Кто продолжит Я больше не собираюсь Никуда ехать Только Рядом где-то уже У меня операция На позвоночнике была Мне вообще ездить нельзя А я проехал 117 тысяч километров Мы были в Владивостоке Находка А живём На Алтайский край И прошли От Тихого До Атлантического океана И в каждом городе В каждой столице В районных центрах Везде Мы дарили Все библиотеки 38 книг Всюду и везде Мы с этой целью поехали С большими дарами Да Вашу книгу Я ездил в Ташкентскую епархию У нас Митрополит Викентий Он С этого С Екатеринбурга Да Вот он Я видел там вот В епархии Вашу книгу тоже Я видел его А как называется Я не помню как Но я помню что По-моему вот Вы где с голубем Вот на этой фотографии На обложке была Если я что-то не путаю Слово Божа нету Там я без голубя Я стою перед микрофоном На площади Нет Может я не буду Но я помню Я говорю что я Видел какую-то книгу Вашу там А здесь вот В русском доме Батюшка вот прочитал Ну хорошо Я его обрадую Что я с вами связался Объясню ему Всю ситуацию А он у нас такой Он Ну будем говорить 80 лет Он на месте не сидит Их Ну будем говорить А это Дмитрий Козулин У него много родственников Которые в Москве Там в епархии И Ну будем говорить По всей России И они Такая семья И вот он 80 лет Он на месте Не сидит Вы слышите меня? Я слышу Но все время Что-то теряется Связь У вас Я не пойму Почему Так у меня и не было Ни с кем Что-то со скайпом У вас не ладно Да У нас вообще Связь плохая Немножко В Узбекистане Сейчас еще С учетом того Стало получше Я вот Вайфай Подключил Видишь Такого У вас какой-то Глазок Непонятно Почему он Одну середину Высвечивает И все Вы только не шевелитесь Никуда А то совсем Уйдете Не-не-не Не дергайте Это ничего не даст Видимо Он у вас Совсем не такой Ладно Мы-то Главное дело Для чего делаем А то миссия У нас такая Людям Возвестить О Христе В Ташкенте Я был В Ташкенте У вас был Там Варфоломей Когда-то Варфоломей Да Да Владыка Варфоломей Владыка Варфоломей Я лично С ним Был знаком А потом Когда меня Посадили За благовестие Нас везли В Джамбул И там Что-то Не приняли И нас Протащили В Ташкент Я в Ташкентской Тюрьме Был Клоповник Плохая тюрьма У вас Не Ну Я Извиняюсь Конечно Слава Богу Мне не с чем сравнивать Я Не видел Там Но Кто был Вроде Сейчас Не жалуется Вот я был Тюрьма Заедали Просто Клопы Клопы Ужас Море Там Такой Беспредел Был У кого есть Зубы Золотые Все Выбивали На наркотики Тут же Меняли Охранники Это Какие Года Были 86 А 86 86 Примерно В сентябре Да Ну Я у меня 86 год Связан с тем Что у меня Брат в Афганистане Погиб Ну Это Большая 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 Потеря Были Он 13 Декабря 86 Батюшки Скажите Что вы Встретились Пусть Помолятся Чтобы Господь Благословил Нас Если Дальше Будет Продолжено Мы Хорошо Спасибо Спасибо Мы Нет Будем Говорить Он Старается Очень Людям Помочь И как Ну И хозяйство Какое Никакое Держит Там И поросенка И бычка Двоих Бычков Вот Ну Будем Говорить Приход Как-то Содержать Много Таких Людей Ну Разных А как Так Батюшка Православный Священник Живете Среди Мусульман И поросенка Держите Как Это Одобряется Разве Нет У нас У нас Насчет Этого Никаких Проблем Нету У нас Нормально Насчет Этого Никаких Непритеснений Ничего Пожалуйста У нас На базаре Пожалуйста И свинину Продают И специальные Редри Есть И копчености И они Сами Все это Едят Нет У нас Слава Богу Никаких Таких Нету Притеснений Мне Многие С России Тоже Задают Вопрос Как Вы там Живете Я говорю В принципе Как мы Живем Живем Слава Богу Неплохо Все Мясо Безгемо Едим Еще Слава Богу Ну будем Говорить До нас Это еще Не дошло А так Ничего Слава Богу Потихоньку Вот сегодня Праздник Был Тоже Вот я Ездил Там И милиция И все Они Ну как Как полагается На праздник Пожарные Милиция Участковые Они все Сидят возле Храма Если что-то Надо помогать И вот они Сегодня остались На ночь Дежурить Нет У нас Насчет этого Никаких Таких Инцидентов Нет Слава Богу Ну ладно Как Вы-то К церкви Имеете Какое-то Отношение Ну Я имею Настолько Насколько Вот батюшка Меня просит Я вот Помогаю Ему Чисто По хозяйственным Делам Каким-то Я Всем говорю Я говорю Батюшка Голова А я Его Ноги Потому что Ему уже Тяжеловато Передвигаться То Все И вот Он что Говорит Я вот Поеду Там Насчет Хозяйства Бычка Купить Я поеду Бычка Куплю Ну будем Говорить Таким Хозяйственными Делами Да Занимаешь Помогаю Не совсем Плотно Занимаюсь Ну это Так Да Я Поинтересоваться Хотел Как у них Занятия Идут Там По изучению Библии Слово Божие Ну это Не знаю Не могу Сказать Вы можете Найти Сайт Это Храм Георгия Победоносца Я не выхожу Только на меня Выходят Я никому Не звоню У меня ничего Нету Поэтому кому Звонит Я отвечу И все У меня телефон Есть Я за год Ни разу Не позвонил У меня Ничего Нету Я доволен Этим состоянием Своим Ну Хорошо Я Я узнаю У нас здесь Большой Алексеевский Собор Есть Ну Ну Да Меня это Не интересует Храм Меня совершенно Не интересует Меня интересует Храм Души Тела Как там Дух Святой Живет У людей Как Бог Проявляет себя Я бы с батюшкой Это поговорил Но Вы говорите Что Как они живут Во Христе Как люди обращаются Как благовестие идет Меня интересует Только духовный вопрос Остальное Меня совершенно Не интересует Я Знаете Вам В любое время Можно позвонить По скайпу Нет Вы не Любое Только не с этого С этого скайпа Больше не звоните Оно очень плохое Значит С трех Москвы Запишите Так Пишите С трех До семнадцати По Москве По Москве Когда в Москве Будет три Ночи 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 У нас будет шесть А мы вставим В 4.40 На молитву Как раз уже Помолимся И я могу беседовать И до семнадцати Позже Уже не звонить Потому что Уже у нас Личное время Пещерняя молитва Начинается Хорошо Я посмотрю Если получится Ну с дочкой Я свяжусь С батюшкой Вас Если получится У меня брат Который Помоложе меня Он протеирей Священник Да Я читал Я читал Да Он как раз В Потеряевке Там А мы там В Барнауле Находимся Он здесь Вот сейчас Побыл Сейчас Ночью Едет туда Там освещение Воды Надо сделать Он на два храма Один Да Ну хорошо Я по возможности Как чего Я с батюшкой Переговорю И постараюсь Связать вам Вы ему скажите Что мы принадлежим Не к московской Патриархии А к русской Православной Зарубежной церкви К той части Которая приняла общение С патриархией Поэтому из патриархии К нам приезжает Епископ И священники У нас все заодно Служба идет Ну напрямую Мы им не подчиняемся Потому что мы их боимся Если они над нами Будут хозяева Они нас уничтожат Сразу У нас не будет Ни детского лагеря А детский лагерь Это 43 года Все таки Ведем Они просто Лютуют Против нас Вот мы где свидетельствуем Они везде против И лгут И Ну мы все терпим Ради Господа Хорошо Хорошо Я объясню все Батюшке Скажу Интересно Как замирает картинка Вот Когда сейчас отключаются Сколько раз Я по новой включаю И в какой позе Я заметил Это все время Меняю руку Где она рука будет Вот сейчас подставлю Вот так козырьком Как только представится Вот смотри Сейчас я включаю Посмотри там Застыл я с козырьком Я вас не вижу вообще Вы сейчас не видите? Нет Я вас вообще не вижу Я это Я с телефона Сейчас это Я Думаю С компьютера Ну Сейчас пока поговорим С телефоном Я с компьютера Ладно Значит так Если у батюшки Какие-то вопросы Есть ко мне Просто так Я время не тращу На разговоры У меня времени Не за время У меня звонят Со всех концов мира Тут Поэтому я назначаю Время Когда встретиться Ну батюшка Раз преклонный возраст Какие есть Духовные вопросы Духовные А плотские Меня это не интересует Я живу не в деревне Там брат Я в городе Ответить я могу Просто Меня это совершенно Не касается Я ничем Не занимаюсь Я занимаюсь Столько То что Вот в интернете Нахожусь Сайт Тут Отмечаю людям Ну и проще Такое Хорошо Я ему скажу Как там уже Чего По возможности Свяжемся Вас как Завозвать Меня Илья Илья Вы из Самарканда Я не Илья А Илья 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 По русски Да Да По русски Ну как Допустим Владимир Ильич Леонид Ильич Да Да Так Вы из Самарканда Да Да Я из Самарканда В городе Сколько населения Примерно Ну Под миллион Есть Большой город Большой Ну это Второй город После Ташкента Понятно А там у вас Сколько примерно Храмов Три храма Православные А Мусульманских Сколько Ну Мусульманские Мечети Есть тоже Ну и Ну конечно Больше Потому что там У нас приход Ну а так Три храма У нас Большой А другие Какие названия Есть Как баптисты Пятидесятники Субботники Нет У нас с этим Борются А почему Государство Само борется Ну будем Говорить Вот эти Есть Католическая Церковь У нас Три Храма Есть Алексеевский Собор Потом Покровская Церковь И вот Георгия Победоносца А Еврейские Еврейские Синагоги Есть Еврейская Синагога Была Ее Закрыли Потому что Ну ввиду Прихожан Нету Ага Понятно А почему У вас Православным Относятся Хорошо А Сектантов Гонят Почему Ну вы Знаете Не знаю Вот у нас Такое Вот это Йогова Вот это У нас С этим Очень сильно Борются Штрафуют Не разрешают Ну я считал Поэтому Я вас спрашиваю Я вижу Как они Везде Вопят Жалуются Что вас Курбан Ваши Там Этот Преследует Кто он Там Нет Это Вы путаете Не Туркмени У нас Да Да Он Слава Богу Он Сколько лет Вот он Ну будем Говорить Мы в мире Живем Никаких Ничего Он Насчет Этого Жестко Держит И Молодец Ну Хорошо Так Вот видите Вы прояснили Хоть маленько Здесь Ну что Относятся По разному К сектантам Какой вред Они увидели Что это Баптисты Адвентисты Там Свидетели Йогова Какой вред В них Увидело Государство Ну Вы знаете Это Задурманивание Они Как Зомбированные Они Во первых И Будем Говорить Местное Население Привлекают К этому А православные Никого не привлекают Да Православные Не привлекают Никого Нет Им разницы Нету Православные Неправославные Ну Просто Задурманивание Идет Они Зомбируют Их И они Как это Зомби Ходят Во первых Там Перестают Лечиться Перестают Там Ну Как-то Да Какой ущерб Я не пойму Каримову Или другим Какой ущерб Что они Не лечатся Не лечатся Они страдают Но не вы Почему За это Именно Преследуют Их Нет Ну Я не знаю Есть какие-то Определенные Каноны Религии Которые Может быть Не совпадают Общими Ценностями Вот это здорово Мы когда ехали На нас были Где-то Жалобы В пути Ну и приезжал Уголовный розыск Нас задерживали А когда узнают Что мы Православные Нас обнимают Фотографируются Ой А мы думали Баптисты Я подумал Ой-ой-ой Да разве может Наш Государ Я про Путина говорю Закон-то Не религиозный Не теократическое Государство Если нам дают Какую-то льготу Мы за это Рано или поздно Хархать кровью будем Чего они баптисты Чем помешали Другие Это перед государем Батюшкой Мы все одинаковые Они хорошие Граждане Я не баптист Но я просто вижу Несправедливость Эту Они Столько претерпели За те годы Были Они хорошие Работники Семьянины Не пьяницы А пьяные Матершинники Это православно Их надо преследовать По сути дела Нет Ну что касается Допустим Вот католической части Это же относится Баптисты относятся К этой же части Нет 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 У вас что-то Ушли вы вниз Поднимите повыше Да Сейчас я вот так Не дергайте Это другое совсем Католики Это не баптисты Ну у меня Например Вот были знакомые Которые Баптисты Они Там вот Я знаю Дядь Женя Там такие Андрей Они очень хорошо Разбирались в машинах И будем говорить Мои машины Они ремонтировали Да Они сейчас Кто в Бельгию уехал Кто в Казахстан Но все равно Люди остались Нет Насчет их Баптистов Таких нет Вот Что касается Йогова Что касается Там каких-то Непонятных Вот этих вот Сект Именно сект И что касается В религиозной В мусульманской части Что касается В христианской И какой-либо Которые Будем говорить Юстиция Не В любой Допустим Ну есть какой-то Устав Какие-то Правила А они Видимо Не подходят Под эти Правила Или там Как-то Они Нарушают Их Или Ну не знаю Я не могу Это объяснить Какие-то Какие-то Правила Завязывают Нет Вот Категорично Поэтому Я говорю Я Ну не общаюсь Видимо Есть какие-то Нарушения И видно Много Людей Что он с вами Говорит Говорит К кончине Века Каримову Какая разница Дело в том Они вреда Никакого не делают Они хорошие Работники Я не свидетель Югова Я православный Но мне Непонятно Что гонят Здесь другое Видимо Есть Много Людей Которые Пострадавшие От них А как они Пострадали Это вопрос Как Что обокрали Или еще Много Самоубийств Врут Это врут Илья Не верьте А Не верьте Этому Это врут Они на них А Никто Из них К самоубийству Не зовет Этого нет Это неправда Нет Здесь Не то Что Кто-то зовет Просто люди Со своей верой Заходят в тупик Есть определенные Какие-то там Ну Рамки И вот он Заходит в тупик И человек Безвыходную ситуацию Видит И еще Если ему Здесь Нашептывают Что-то Под ухо Какие-то вещи Я Говорю Илья Они наоборот Веселые Они как раз В тупик-то Не заходят А за что Их Сталин гнал За что Гитлер В концлагерях Травил За что Они Ни один Тоталитарный режим Не поддерживали Никогда Они не убили Ни одного Ни русского Ни немецкого Они против войны На их руках За сто лет Нет капли крови А православные Везде Всякие воины Там шли И Чечню И что только Не делают Еще раз говорю Я православный Ну Я Ну на правду Надо говорить Черт зря То это Поэтому Ничего за ними Не чистится Если врут Если достаточно Было бы обвинения Так бы и обвиняли По делу А это не по делу Их За это не судят Вот в России В Америке Где-то они есть В отдельных штатах Запрещенное Там то другое Я знаю А они Против Того Чтобы Люди убивали Друг друга Вот это точно Я вот сидел В тюрьме Это в лагере И у меня было Два эговиста Они по три года Получали Вернулись У них ни одного Не убили в Афганистане А у русских 14700 гробов А афганистанцы Какое отношение К нам имеет А зачем туда лезли А они ни один Не пошли Они герои веры Я еще раз говорю Что я не эговист Но Просто чувство справедливости Меня заставляет Задуматься Потому что Гонят их сегодня А завтра меня будут гнать Это один Лютеранин говорит Когда Гитлер Стал гнать Коммунистов Арестовывать Сажать Я промолчал Я же не коммунист Стали католиков брать Я промолчал Я не католик Стали брать других Я промолчал А когда пришли меня брать Никого уже не было Заступиться ты некому Вот говорили Друг на друга Зомбированные Более зомбированных В чем советские люди Никого не было Я это слово не употребляю Даже Зомбированные Это мертвый труп Христианин всегда живой Но эти Свидетели Иеговы Это еретики Их даже христианами Нельзя назвать Они еретики Они троицу не признают Душу человека не признают Ну и все Заблуждение Там нашу Библию отвергли Веру православную поносит Для нас они еретики Страшные Но государство за что гонит Вот это непонятно Ну видимо Им виднее за что Я конечно Ну я например против Чтобы Они были Почему Потому что Очень много Допустим Вот я не знаю Как в России С учетом того Что общество Больше христиан Да Здесь например У нас Насчет этого Сложнее Почему Например Дети мои Ходят в школу Ну там они все вместе Да Там и разные Люди Дети И в принципе Общаются неплохо Никогда никаких Нет проблем Но Бывают такие Которые не окрепшие души А они их вылавливают Так вы Вы наоборот Учите своих детей Чтобы ваши дети Их улавливали Вот а мы Когда с ними встречаемся Они нас как огня боятся Игористы Мы им сразу По слову Божию Начинаем говорить Они друг друга Хватают и бегут Они боятся С нами разговаривать Все вот такие Немышные Ватные Вот вы православные Вы себя как Считаете Вы православные? Ну Конечно считаю православным Но Не настолько я Вооцерквлен Что вот Будем говорить Я мог Я еще от этого Далек Единственное То что нас здесь мало И мы как-то Стараемся держаться И помогать друг другу А у вас дома Есть святая Библия? Есть у вас? Есть Есть Вы считаете ее? Да Стараюсь Будем говорить В свое время И было такое Что и утренние И вечерние молитвы читал Но Сейчас так получается Не успеваю Я по некоторым А кто Для вас является Кем является Христос? Христос Спасителем? Да Спасителем А почему он Спаситель-то? Как? Ну Он Свою жизнь Положил За Во имя Как его Человечество Будем говорить Людей Христиан Он взял Илья Взял грехи Наши на себя Он за нас Ответил на кресте И поэтому Он спаситель наш Поэтому мы Читаем Бога истина От Бога истины Он нам дарует Жизнь вечную Своими заслугами Вот почему мы Носим крест на груди Совершаем Крестное Знамение Почему мы Крест Видим на скорой Помощи На могиле На храме Это знамение Знак любви Божией Что он отдал Сына единородного За нас Который умер За нас И мы не только Даже утренние Вечерние молитвы Считать Вся наша жизнь Должна быть Сплошным Хвалебным Гимном Христу Что он нас терпит Благословляет Дал нам жизнь Ты радуешься У тебя детки родились Трудиться Он тебе дает Пища переваривается Солнце светит Ты все Придумай Глянь вокруг И скажи Какой наш Господь хороший И тогда Еговист увидит Что мы Православные Не тупые Мы не зомбированные Как вы выражаетесь А мы любим Нашего Господа Христа И вы им говорите Чтобы они обратились И стали православными Вот надо как Действовать Я еще раз говорю Я немножко далек От этого Ну может это все Придет со временем Ладно Будем стараться Ну ладно Значит Батюшке Его отец Дмитрий звать Да Да Вот передайте Поклон от меня Спасибо Чтобы он помолился Чтобы Как-то наше дело Разрешилось С благовестием Потому что наш груз Книги остались Лежать за Москвой В Калуге Чтобы новая команда была Или кто-то взялся Тамошнее И распространили Вот если бы вы туда Рейс могли сделать И для своих людей Для православных Раздавать Я бы дал вам адрес Наказал Хранителю книг И вам бы дали Эти книги Ну это немножко далековато От нас Далековато Конечно Далековато Наши родители Жили Перед этим Вот как переехать сюда Да еще сестра родная моя Живет Это Киргизия Бишкек Недалеко от него Ну батюшка сам А вы на наш канал Заходите Канал в ютубе Заходите Нет не заходил Я только вот сейчас А вы зарядите В ютубе Зарядите Называется Открытым оком Запишите Ага Игнатий Лапкин Открытым оком И вы увидите Как мы с вами разговариваем Мы вот это поставим В интернет Хорошо Правда Плоховато все видно Но в следующий раз Если батюшка будет выходить Найдите хороший Где-то Компьютер настоящий А что это С телефона-то Плоховато совсем Хорошо Ну с Богом тогда Давайте Уквичайте Счастливо Спасибо вам Храни вас Господь Спасибо Спасибо большое С Богом Храните веру православную Спасибо Ну слава Богу Вот видишь Вчера в интернет На форуме Выставила Там Юля Модератор Это администратор Что такие-то Хотят И батюшка спрашивает Это правильно Я ответил Данные дал Поехать не собираюсь Но я говорю Я там у вас был вуза Когда в тюрьме был Воспоминание клоповое Осталось Ташкент для меня Не в радость Вспоминать Ну и вот так Слава Богу Давай заряжаем И к утру поставим Это Дальше Слава Богу